Виктор Пелевин Принц Госплана Ладинг По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Ап», она подпрыгнет вверх. Она выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Даун», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Райт», она побежит вправо, если нажать «Лефт» — влево. Вообще, ею можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре — основные. Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большей частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами. С ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу «Шифт». Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь на краю, и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней, с нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз, при этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы, но все остается по-прежнему. Фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов и рисунков на стенах. Цель игры — подняться до последнего уровня, где ждет принцесса, но для этого ей нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на кнопки и стать этой фигуркой самому, только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждая из которых способна выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет, как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит. Каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук. Принц бежал по каменному коридору. Надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было. Сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «райт» и сразу же «даун», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившийся уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующий глядел на Сашу. «Лапин!» — раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было. «Да, Борис Григорьевич? А зайди-ка ко мне!» Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами, и когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корточках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра, в золотое время, большей частью отскакивал от бортов, причем роль кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее. Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущему жестокого хозяина сиамским котам и читавшим Оруэлла советским инженером. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя.